Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». С вами сегодня в студии Ирина Чекунова, представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Сергей Николаевич Рогозин, председатель правления Тверского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», член Общественной палаты Тверской области Сергей Николаевич, здравствуйте, Максим Викторович Кормушкин, общественный деятель, руководитель общественной организации «Стражи Победы», Максим Викторович, добрый день, Ольга Александровна Кислякова, координатор Тверского отделения Всероссийского движения «Суть времени», Ольга Александровна, здравствуйте, и Валерий Владимирович Власов, заместитель начальника правового управления Тверского государственного медицинского университета Валерий Владимирович, добрый день. Уважаемые друзья, повод и информационный повод для сегодняшнего круглого стола такой. 25 февраля Центральным районным судом города Твери вынесено решение об отказе в исковых требованиях по гражданскому делу по иску Международного правозащитного общества «Мемориал» и ряда граждан польского государства к Тверскому государственному медицинскому университету Министерства здравоохранения Российской Федерации о признании незаконным действием по демонтажу двух мемориальных досок создания медицинского университета и обязании вернуть на прежнее место две демонтированные доски на главное здание Тверской государственного медицинского университета. Итак, еще раз подчеркну, суд вынес решение об отказе в исковых требованиях. Итак, давайте мы сегодня вспомним, с чего все началось и почему решение Центрального районного суда города Твери называют принципиальным в непростом Катынском, а равно как и Медновском вопросе. Итак, детали демонтажа. Кто и когда вынес решение о демонтаже? Наверное, начнем с вас, Валерий Владимирович. Пожалуйста, да. Ну, вы знаете, медицинский университет исполнил представление прокуратуры, которое было датировано 28 октября 2019 года. 19-й год. 19-й год, да. Демонтаж состоялся 7 мая. Тверской медицинский университет исполнил представление прокуратуры, которое было вынесено нам. В этом представлении прокуратура провела проверку. Пришла к выводу о том, что две мемориальные доски размещены на нашем здании незаконно. Первая доска размещена не по тому адресу. Вторая доска, первая доска, это доска памяти НКВД. Ну, память там вот... Советская. Советская, да. Советская, скажем так, вторая доска, польская, которая была там размещена, по мнению прокуратуры, без всяких документов. То есть, безосновательно. Кроме того, прокуратура в ходе проверки пришла к выводу, что сведения, изложенные на этой минеральной доске, не соответствуют исторической действительности. Не соответствуют. Итак, демонтаж был в 2020 году, представление прокуратуры вынесено в 2019, да? Полгода. То есть, полгода прошло, да, с момента, вот между вот этими двумя событиями. Что было за эти полгода? Кто-то обращался, вы к кому-то обращались? Во всяком случае, как проходили эти полгода? Максим, наверное, вы? Ну, насыщенные были эти полгода событиями, связанными с этим решением. Неоднократно и в этой студии, и приезжали иностранные СМИ, и печатались в электронных СМИ, значит, у меня брали интервью. Я понимал, что решение прокуратуры рано или поздно будет исполнено. Это нонсенс думать, что вот они там вынесли это решение, и так все останется, как бы эта табличка будет продолжать висеть. Соответственно, мы обратились к общественности вообще, к мировой, в частности к польской. В частности, я писал о Катынской семье, нашел. Ну, у них, правда, сайт такой не очень функциональный был. Скорее всего, там не дошло, или они не прореагировали. Ну, вы сами искали все эти выходы, да? То есть, да, как бы мы понимали, что будет вот такого рода скандал, потому что поляки не будут реагировать на это спокойно. Они всегда очень эмоционально вот на это все реагировали. Мы понимали это, и понимали, что этот демонтаж будет. Но, очевидно, другая сторона тоже это понимала, но они использовали это время для того, чтобы, вернее, не использовали это время, надеялись вот раздуть именно этот скандал. Поэтому наши усилия были направлены в миротворческое русло, в дело, так сказать, урегулировать, чтобы эту табличку, может быть, они забрали или как-то совместно, или какое-то заявление сделать, что вот, ну, раз так получилось, то определить эту судьбу таблички как-то мирно, грубо говоря, договориться. Но мы пытались в то время использовать с пользой, а противная сторона ждала вот этого вот демонтажа, как некую повод для вот поскандалить. Повод для скандала и тянуло, своеобразно тянуло время. Да, это очевидно, и сегодня, как бы, из текстов вот всех заявлений, видно их направленность, как бы, как это все происходило. Обжаловал, естественно, что та сторона никакого обжалования не подавала, да, вот этого представления прокуратуры, никто не обжаловал этот документ. Нет, было обращение мемориала на своем сайте, ну, эмоциональное, вот, против, все такие плохие, значит, вот, не соблюдают там то, что было, решили городские власти, в девину, вот, такие общие слова. Вот, как бы, такое вот воззвание. То есть, юридических, я не знаю, может, Валерий Владимирович пояснит, не было, на мой взгляд, никаких шагов сделано. Но еще раз подчеркнем тот факт. В представлении прокуратуры сказано, что не найдены, не подтверждены те факты, которые изложены вот на одной из этой вот, на польской мемориальной доске. Речь идет о массовом расстреле, да, напомним нашим уважаемым телезрителям, и радиослушателям, да, польских военнослужащих. Получается, что так, то есть, теперь надо фактически сказать спасибо мемориалу, я вот прям говорю это, потому что теперь фактически есть решение суда, признающее, что, собственно, это была вот темная сторона фейк истории такой, как бы, нашей вот 30-летней, да, теперь, как бы, они не признают это, но фактически, если посмотреть на, как это все шло, вот, логику саму, не вот эти вот юридические зацепы какие-то, а сама логика событий, то получается, что эту табличку сняли, потому что этих расстрелов не было. То есть, по крайней мере, юридически, сегодня, то это был просто вакуум насчет этого правовой. Ну, с одной стороны, было решение главной военной прокуратуры, меморандума, да, Минюста, так называемый, где ничего тоже не было сказано, что там расстреливали, здесь тоже надо отдать должное нашей правовой системе. С другой стороны, теперь получается, что есть на этот счет решение суда. Пусть оно касается табличек, но все равно вопрос, как бы, таблички, это вследствие, а первопричина, были или нет расстрелы. Не было расстрелов, нет таблички. Вот, что мы имеем на сегодняшний день. То есть, как бы подтверждение. Логическое подтверждение. Логическая цепочка. Вернемся к 7 мая. Итак, Валерий, 7 мая произошел демонтаж. Давайте мы вспомним этот день. Кто производил демонтаж этих табличек? Ну, медицинский университет исполнен. Представление прокуратуры демонтировал. Медицинский университет. То есть, это было в присутствии, что называется, не многочисленное присутствие было, но было. Это все зафиксировано на камере, потому что я знаю, что утверждали, что это единоналичное сделало один человек. Я слышала, что в адрес Максима Кармушкина был брошен камень. Мы бы ему не позволили. Я пользуюсь передачей, эфиром, так сказать, я хочу прямо спросить у Валерия Владимировича, участвовал ли я в демонтаже этой таблички. Вот Радио Свободы пишет опять, буквально вот после суда, раньше я им написал опровержение, они писали, что я демонтировал. Теперь опять они пишут, что это я. Вот скажите, как представители, кто снимал действительно эту табличку? Максим Викторович, я могу сказать точно, что вы не участвовали в демонтаже минеральных табличек. Ни одной, ни второй. Я во всяком случае была там, снимала на камеру, но я видела, что Максим Викторович не подходил лично и не отдирал. Он присутствовал, стоял в стороне. Рабочий снимали? Вот это, к слову, вот это наша, так сказать, оппозиционная сторона, их подход к истории. Уважаемые друзья, сейчас приведемся на небольшую рекламу, не переключайтесь. Уважаемые друзья, еще раз здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». Обсуждаем недавнее решение Центрального районного суда города Твери об отказе в исковых требованиях по гражданскому делу по иску Международного общества «Мемориал» и ряда граждан польского государства с требованием вернуть на прежнее место демонтированные таблички на здание Тверского государственного медицинского университета. Итак, мы обсуждали до перерыва, где же находился у нас Максим Кормушкин в момент демонтажа 7 мая 2020 года, и о чем это говорит, что есть люди, которые утверждают, что лично вы, Максим Викторович, все это оторвали со стены и в неизвестном направлении унесли. Да, я хочу сказать, это вот показывает отношение оппозиционной стороне к такому понятию, как история. Если мы будем рассматривать историю не как то, что было там когда-то, а ведь то, что происходит сегодня, это тоже когда-то в будущем станет историей. Может быть, профессиональный историк меня поправит, может, я что-то неправильно понимаю. И если они не могут разобраться сегодня, кто снимает, кто должен демонтировать, кто несет обязанность, за что. Вот они сами пишут в своем обращении «Мемориал», еще до того, как суд был, что обращаемся к вам в связи с требованием прокуратуры Центрального района города Твери демонтировать две памятные доски. То есть, они тогда понимали, что прокуратура требует демонтировать. Потом, когда начался суд, они пишут, что не содержало требований демонтажа это решение. Вот и в том числе, кто снимал и прочее вокруг этого, что происходит. Вот скажите, при таком отношении к сегодняшнему дню, может вот эти вот люди все, которые представляют вот эту оппозиционную сторону, разобраться с тем, что было 80 лет назад? Как вы считаете? Ну, логика подсказывает, что вполне возможно, что там такое же натягивание фактов. А что мы речь? Мы не утверждаем, но предполагаем. Да, мы вернемся к тому, что предложено относительно того, чтобы все-таки как-то восстановить эту картину, еще раз вернуться к этой теме. Но об этом тут чуточку поговорим попозже. Сергей Николаевич, вы приняли непосредственное участие в дальнейшей судьбе. Я знаю, что вы и обращались тоже к гражданам других государств и предлагали помощь, поддержку. Был какой-то ответ? Я бы предложил немножко разграничить тему нашего сегодняшнего обсуждения на несколько элементов. Ну, первое. Во-первых, все-таки часть вопроса рассматривается в правовой плоскости. Это судебное решение, которое есть, которое было уже четко сформулировано и, понятно, поставило точки. Ну, может быть, многоточие даже еще, не совсем точки в этом вопросе. Есть исторический аспект. Мои коллеги очень хорошо и достаточно подробно разъясняют, включая информацию из меморандума Минюста. А есть аспект информационный и, скажем, то, что вокруг всех этих, так скажем, действий происходило. Что же происходило? Любопытная картина. Вот совравший в малом, вряд ли заслушивает доверие в большом. Вот мы понимаем, если Максима сразу уже повесили клеймо, что он там срывал чуть ли не с мясом эти таблички создания, что же происходило дальше? Мы обратили внимание, вот у нас приехала журналистка Deutsche Welle. Освещали, ну, самые именитые мировые СМИ все эти события. Но я вот хотел бы коснуться вот как раз вопроса с Deutsche Welle. Во-первых, мы публично вот в этой студии, да, произвели передачу. Максим передал общественной организации. В программе «Тема дня» все было передано. Которая выразила добрую волю. Потому что это старейшая миротворческая организация, Российский фонд мира и Тверское отделение фонда мира. Я считаю, что это правильное решение, которое приняло правление, взять на себя эту важную посредническую миссию, помочь решить вопрос с табличками, которые стали источником вот таких противоречий. Международный конфликт, как все числи. Ну, прям вообще не знаю как. Ну, так вот, любопытная вещь. Как же это освещалось? Во-первых, преподнесли корреспонденты Deutsche Welle, а приехала к нам сюда наша землячка, тверская девушка. Зовут ее Елена Барышева. Она работала в «Огоньке», работала в «Коммерсанте». Ну, и вот ее взяли вот в такой действительно солидный информационный ресурс Deutsche Welle. Вот, и она как-то немножко, наверное, изменилась. Росла-то она вот в нормальной тверской семье, у нее мама-педагог. Но было любопытно, как, под каким соусом все это подавалось. Час мы с ней беседовали. Больше того, я действительно был загружен, но когда они попросили продемонстрировать эту табличку, мы тут же охотно откликнулись на их желание увидеть, что она в полной целости и сохранности. Что мы готовы ее передать ее правообладателями. А теперь вот о позиции. О той позиции, которая была изложена в уважаемом вот этом средстве массовой информации под названием Deutsche Welle. Во-первых, произошел какой-то между собой. Какой-то Кормушкин передал какому-то Рогозину вот эту табличку. Ну, где-то там, может быть, в гаражах. Да, несмотря на то, что мы писали, и в посольство обращались. Да, никто об этом даже не упомянул. О том, что это решение общественной организации. Нас упрекнуть попыталась вот эта Елена Барышова, потому что когда она написала этот репортаж, я связался, у меня был ее контакт, и сказала, милая девушка, ну вот мы с вами час беседовали, ни слова из того, что я вам объяснял, что мы сделали, чем мы руководствовались, для каких целей это проходило. Ни слова. Она говорит, это мое авторское видение. Я говорю, позвольте. Я говорю, ну у вас явно тенденциозное освещение этого факта. Вы, говорю, переврали тут, приписали мне какую-то несуществующую партийность, вспомнили мою какую-то депутатскую деятельность, которая вообще не имеет отношения к делу. А по сути вопроса, вы это преподнесли абсолютно однобоко. Я говорю, почему вы, вот если вы беретесь, скажем так, освещать вот такие острые темы, почему-то абсолютно не проявили ни грамма внимания с носу памятника коню. Но почему, я говорю, нет никакой реакции на более серьезное событие? Потому что вас интересует скандал, а нереальное, скажем, отношение общественной организации мне стало до глубины души обидно и больно. То, что вот эта наша землячка с таким остервенением, я бы даже сказал, извратила эти все факты, преподнесла вот таким образом, ну как, как тогда, скажите, можно относиться к самому этому событию, если оно освещается под таким соусом? И они еще гордятся такой революциозностью. Хоть бы сказала, что это редакционная политика или еще что-то. Я ее спрашивал. Я ее ведь спрашивал. Больше того, любопытная вещь. Вот смотрите, нам западные СМИ всегда как бы дают и тонкие, и толстые намеки на то, что якобы у нас тут недостаток демократии и прочее. Вот эта милая девушка, ее ведь встретили здесь мы гостеприимно. И больше того, вот как раз телеканал Тверской проспект освещал от А до Я всю череду этих событий, для того, чтобы люди знали, что реально происходит. Потому что раз волнует какую-то группу именно вот ситуация вокруг этих табличек, значит, надо это осветить, надо это сделать максимально прозрачно. И я предложил, я говорю, Лена, вот вы, может быть, как представитель уважаемого такого с мировым именем СМИ, дайте несколько слов, вот интервью нашим коллегам, вернее, вашим коллегам, нашим тверским журналистам. Она, я неуполномочена, у меня все очень, может быть, как у вас так скажет. Не, ну человек, конечно, приехал сюда, попал в председательное задание. Вот такая тенденциозность неприкрытая вот здесь прослеживалась. Она с той стороны во всем прослеживается. Вот начиная от этих всех исков, с самого сути вопроса. Ведь это же все иски, это же следствие вот этих всех, были расстрелы, не были. И эта тенденциозность, она везде. Кстати, Валерий Владимирович, как вели себя и в чем основные претензии были на суде? Вы присутствовали, да, на судебных заседаниях? Да, конечно, было на всех шести судебных заседаниях. Та сторона, несколько слов. Да, вот у нас судебных заседаний было шесть судебных заседаний. Сформировано шесть томов этого гражданского дела. Шесть томов. Шесть томов. И они наполнены 99,9% материалами, которые направлены на то, чтобы оспорить представление, фактологический материал, изложенный в представлении прокуратуры. То есть там были различные заключения специалистов. Там были различные исторические документы из архивов, из госархивов. Ну, в общем, различные, различные, различные все сведения. В том числе и выписки из книг, выдержки из книг о том, что они спорят с главным фактом, что вторая табличка, именно с тем утверждением прокуратуры, что сведения, изложенные на второй, на польской табличке, давайте все-таки зачитаем, да, памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира. Вот так звучит текст таблички. И прокуратура пришла к выводу, что сведения, изложенные на этой табличке, не соответствуют действительности. Так вот, 99% материалов было представлено истцами, которые хотели любым образом доказать, что именно оспорить вот этот факт, что прокуратура не сделала неверный вывод, что это исторически неправильно, что любые кучи привела к косвенных доказательств, что я своих доводов. Но дело в том, что у нас ведь есть такое понятие, что в суде оспариваются нарушенные или оспоренные права, или интересы граждан, граждан и юридических лиц. И дело в том, что, обратившись к искам, то они не обращались к искам о признании этого представления прокуратуры недействительным или незаконным. Они обратились к ВУЗу, они дождались, как правильно говорит Максим Викторович, они дождались демонтажа табличек, не предприняв никаких мер по их, так сказать, заканиванию, регулированию. И обратились в суд, чтобы признать наши действия незаконными, просить их демонтировать. Вот тенденциозность, как Сергей Николаевич правильно говорит, еще в том заключается, что в моей реплике, в моих выступлениях звучало несколько раз о том, что, я говорю, СОВ даже не интересует, уважаемый суд, не интересует вопрос, где сейчас находятся эти таблички. То есть, от СОВ такой вопрос не был задан, а ведь это одно из обстоятельств, которые следовало... Да, такое ощущение, что неважно. Да, неважно, то есть, им исход дела, они же о чем говорили, признать незаконным действовать ТГМУ и обязательно вернуть доска на место. Ну, как ВУЗ смог бы их вернуть, если мы их уже передали, да? Одна табличка в администрации города Этвери, другая табличка в фонду мира. То есть, как ВУЗ можно было? Их не интересовало этот вопрос. Значит, они не преследовали процессуальных для себя благоприятных исходов этого дела. Они не ждали, что... Задача считается изначально нагнетать истерию вокруг этого вопроса. Именно за революционный повод нужен был для того, чтобы вот это... Потому что даже вот исследовав обстоятельства дела, суд принимает решение, однако их это не устраивает. Но вот еще интересный момент, то, что Максим сказал. Вот, знаете, мне интересно, когда беседа была у меня вот с корреспонденткой Дойче Веле, она мне говорит, а почему вы там не оформили вот такой дипломатический там какой-то запрос, там какое-то еще специальное письмо, послу? Я говорю, позвольте, мы обратились как общественные организации в соответствии с имеющимися у нас возможностями к польской общественности через спутник. Но этого же достаточно. Это достаточно серьезный ресурс. И мы не располагаем там, допустим, специалистами, дипломатами, юристами, которые могли бы готовить вот такую дипешу, да, на уровне, да. Но это же не серьезно. А любопытно, она говорит, я вот знаю, я говорю, так если вы знаете хорошо посла, я говорю, ну и станьте вот таким коммуникатором, помогите нам наладить этот мостик. Мы можем либо передать эту табличку посольству, либо, допустим, провести какие-то совместные шаги с целью установить владельца ее. Дальше предпринять, опять же, в правовой плоскости какие-то шаги для того, чтобы, ну, дальнейшая судьба этой таблички стала понятной, ясной. А это никого не интересует. А она мне даже сказала, говорю, так отправлял, говорю, Максим же кормушкин, обращение послу. А она мне так и ответила, говорит, а он не будет даже на это отвечать, посол. Значит, не важна суть, важно нагнетать истерию вокруг этого процесса. Есть библейское такое высказывание, что же вы, мы вам играли на свиреле, вы пели печальные песни, там, почему вы не пели печальные песни? То есть, они все время предлагают, мы должны что-то сделать по их мнению. Вот в суде, кстати, я хочу особо обратить на это внимание, мне прослеживается тоже такая логика с их стороны. Значит, получается, если вот отбросить все факты, отбросить всю вот, так сказать, вот эту юридическую, так сказать, по табличке, по поводу самого процесса, что же они хотели этим судом? Получается, они хотели обязать Тверскую государственную медицинскую университет начать заниматься этим делом. То есть, установить, вот они пишут, доказывание законности действий органов организации должностных лиц лежит, значит, ответчик должен доказывать законность демонтажа. То есть, в моем понимании, если мы читаем буквы, мы понимаем, получается, медицинский университет должен бросить занятия все свои и начать разбираться в этом деле, то, чего не могли, 80 лет, и сколько там было сотен томов в ГВП, дело 159, по расследованию этого, установить эту истину. Вот не смешно ли это? То есть, несвойственные совершенно задачи... Понимаете, вот что они просят. Вот мы читаем, и волосы встают дыбом, потому что они просят, чтобы университет медицинский занялся расследованием этого дела. Да, вот суть таблички в табличке, вот в демонтированной табличке, значит, наш населенный пункт Осташков, да, город нашей Тверской губернии. Каким образом Осташков, тот самый Осташков, история, связана с известной армией Краева, да, польской, Оль? Да, очень. Что связывает эту армию, что бойцы представляют собой бойцы этой армии, и как связана наша Тверская земля с этим? Потому что мы вроде бы уже о Медновском мемориале, о Медновской земле говорили очень много, вот теперь, может быть, открываем новую страничку. Спасибо, Ира. Я сначала хотела бы несколько слов сказать, знаете, как вступление, вот о тональности нашего обсуждения. Вы знаете, вот слушаю коллег, чрезвычайно интересное высказывание, но вот это свойство, специфика нашего отечественного менталитета, что ли такое слово, набившее оскомину. Вы знаете, какая-то особенная осторожность и такая, какая-то деликатность в обсуждении таких острых тем, а противная сторона не стесняется. Она не стесняется, и она принимает, ну как бы мы до сих пор удивляемся. Ну как же так, вот это нелогично. На власти и на храпу, да. Вот это там. Они бравируют ярлыками. Да, вот это нелогично. Навешивание. Я уже как бы перехожу, может быть, границу, но уже терпение заканчивается. Как бы взорвавшемуся хулигану пытаемся объяснить, дорогой товарищ, ты ведешь себя невежливо, нехорошо. Посмотри, вот здесь ты как-то вот переходишь границы. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. А он продолжает переходить границы. Это как в том анекдоте, Вася, ты не прав. Да, и мы вот, значит, вот Сергей Николаевич говорит, как же так, мы вот фонд мира проводил всемыслимые и немыслимые шаги для того, чтобы продемонстрировать добрую волю, для того, чтобы то, то и то. А противная сторона почему-то, ну это же очевидно. Это очевидно, а Польша вообще, и теперь уже я как историк начинаю переходить к широкому контексту, да. Вот я постараюсь не увлекаться, потому что тема громадная. Я думаю, что мы ее сегодня только вот, что значит, обозначим и будем вот проводить, я надеюсь, на это из программы в программу. Очень хорошо, между прочим, Ирина, что эта тема начинает приобретать все более и более такой вот зримый объем. Потому что история с табличками это один эпизод большой-большой наболевший вот на таком нарыв, вот просто уже нарыв таблички. Значит, тем более, далее мы начинаем расширять тему вообще до Медного и до вообще, ну как бы советско-польского конфликта, там, российско-польского конфликта, который, что тут уж теперь стесняться называть вещи своими именами, на протяжении веков имеет место быть. Я не буду углубляться, там, 17 век, времена смута и так далее. Посмотрим просто 20 век, ну, советско-польская война, это трагическая история, тоже есть там, чем, значит, заниматься историком, исследователем. Совершенно недостаточно пока сейчас понимание вот этого трагического события. Хорошо, подойдем ко Второй мировой войне. Армия Краева. Во время Второй мировой войны оккупации немцами польской территории, на территории оккупированной Польши существовало, значит, действовали несколько вооруженных формирований. Их было много. Я назову только очень-очень коротко, буквально там 3-4, ну, может быть, 5. Это, значит, армия Людова, народная армия, это партизанские формирования, это гражданского населения, которая в своей основе была в основном, не полностью, но в основном ориентирована на Советский Союз, она была просоветски настроена. Естественно, со стороны советского командования она тоже имела, ну, как бы, комплементарные отношения, да, то есть снабжение, там, в некоторых случаях, значит, вооружением, там, и так далее. Далее, значит, так называемые батальоны Хлопске, это крестьянские батальоны, в основном состоящие из сельских, ну, сельской молодежи. Они были очень боевые, но четкой политической ориентации не имели. Вот эта пресловутая армия Краева, армия Краева, она не была в буквальном смысле партизанскими соединениями, это были достаточно регулярные, ну, значит, военные образования, которые напрямую руководились эмигрантским правительством в Лондоне. Вы знали правительство. Напрямую. Само же эмигрантское правительство в Лондоне под руководством Станислава Миколайчика, оно было крайне враждебно настроено к Советскому Союзу и к руководству, естественно, ну, к Сталину и так далее. Миколайчик даже приезжал, прилетал в Москву, и у него была единственная встреча со Сталином, когда они пытались найти точки соприкосновения, потому что они совершенно неукоснительное требование лондонского, польского эмигрантского правительства было вернуть все вот эти вот, значит, земли, которые отошли к Советскому Союзу в 1939 году. Вот. А, естественно, Сталина это не устраивало. Правительство лондонское апеллировало к Черчиллю, чтобы Черчилль надавил на Сталина. И все это продолжалось на протяжении двух-трех лет. В конце концов, Черчилль намекал Миколайчику, что я не буду давить на Сталина. И потом он ему напрямую сказал, что польская вся территория, а советская армия двигалась. Советская армия двигалась и в начале 1944 года вышла к рубежам Польши и вошла уже на территорию Польши. Было сказано прямо, там, в Лондоне, была своя громадная интрига, что вся территория Польши, где уже, значит, идет победоносно с большими жертвами, кровавыми такими жертвами, все знают, сколько погибло советских воинов, 600 тысяч за освобождение польской территории. Значит, Черчилль сказал, заявил прямо Миколайчику, что это сфера влияния советской стороны. И совершенно не понимая вот этой политической реальности, Миколайчик продолжал настаивать на своих совершенно нереалистичных требованиях. И оттуда, через своих эмиссарах на польской территории действовала так называемая делегатура. Эти делегаты из Лондона, они отдали приказание руководству армии Краевой, которая действовала, как я повторяю, на оккупировании немцами польской территории, чтобы препятствовать продвижению советской армии, вот здесь я подхожу к самому интересному, такое длинное вступление, было необходимо препятствовать, и не просто препятствовать, а вооруженным образом препятствовать, уничтожать, убивать солдат советской армии, офицеров, в первую очередь, советской армии. И зафиксирована документально масса, масса документально, свидетельств, когда, например, советские военнопленные, сбежав из фашистского плена, они искали возможность попасть в партизанские отряды и попадали, бывало, что не в армию Людову попадали, а попадали вот к этим польским подразделениям армии Краевой. Их там убивали. Но считаешь, что у нас враги? Натурально. Натурально. Потом, правильно вы сказали, постепенно вот эта тенденция все более и более увеличивалась. К концу 1944 года она уже обрела полностью антисоветский, ну, как бы против Красной армии характер. А в 1945 году, когда из Лондона поступил приказ о роспуске армии Краевой, был роспуск, потому что это было уже, ну, как бы, недееспособное такое образование, тем не менее, оставшиеся на территории Польши, подразделения, это были многочисленные, это были тысячи и тысячи вооруженных поляков. Они продолжали свои вот эти вот действия, и они превратились в банды. Это были уже натуральные банды. Долго, на протяжении нескольких месяцев советское военное руководство это терпело. Как всегда, Сталин, вот его считают там тираном, на самом деле, это чрезвычайно терпеливый человек. Он предоставлял противной стороне возможность, ну, как бы, одуматься и принять правильные решения. Ну, когда уже противная сторона приходила все возможные границы, была отдана директива руководству Красной Армии наступающим нашим частям воспринимать подразделения армии Краевой исключительно как враждебные элементы, не вступать с ними ни в какие, и их воспринимать как бандитов. И они были частично ликвидированы, частично арестованы, и были депортированы на территории Советского Союза, но это уже был 45-й год. Вот эти свои разбойные действия, они продолжали вплоть до 47-го года. Но уже внутренними польскими войсками, этими органами госбезопасности, они были, все это подполье, польское вооруженное было уничтожено. Поэтому та табличка, вот я возвращаюсь к Осташкову, табличка, которая совершенно немыслимым, незаконным, необъяснимым, и, ну, хочется более резкие слова говорить, образом возникла на территории кладбища, которая находится близ монастыря, Нелостолобинской пустыни, да. Она там не просто не может быть, она оскорбляет чувства, потому что это преступники, военные преступники, вот. А там написано, что в память о невинно погибших воинах... Да, 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 в память о войнах армии Краевых. Армии Краевых, Аковцы их называли, Аковцы. Кстати, в Польше самой на протяжении нескольких десятилетий после войны Второй мировой этих солдат называли проклятые солдаты. Потом... А сейчас они герои. Да, в 90-е годы, все это, как и везде пересматривалось, их назвали отверженные солдаты. А, да, 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 я читала. Отверженные солдаты, и их, например, я еще тут вот, ну извините, затянула, но не могу не сказать об одном совершенно кровавом таком аспекте. Знаменитое противостояние польско-украинское, да, вот эта валынская резня и так далее. Может быть, сейчас уже настало время заявить, что у этого националистического, национально-этнического противостояния польско-украинского две стороны. То есть не только ООН-УПА, вот эти вот бандеровцы и так далее, уничтожали валынская резня поляков. Ну, тысячами, это понятно, это страшная трагедия. Для поляков это трагедия. Но там была и обратная сторона, в отместку, или параллельно, или там уже теперь не разобраться. Именно бойцы армии Краевой, именно бойцы армии Краевой, они входили к безоружным мирным жителям, там вот Русины, значит, на вот эти приграничных территориях, частично, да, частично территории Польши, частично территории Западной Белоруссии, Украины. Там просто перечисляются под Львовом десятки и десятки сел, которые уничтожены, сожжены. Они, например, не помню, какое название, но там, например, до полутора тысяч просто убитых, например, там дети, старики и так далее. То есть, понимаете, и эти преступники, вот один из, например, руководителей такого вооруженного отряда, который участвовал, украинцы, они, у них дни памяти, они там есть памятники, они прям чтут. Вот 70 лет прошло после этой резни, когда как раз поляки уничтожали украинцев. То есть украинцы, но и поляки тоже. Ну, там, 70, 75, 80 лет. Они это чтут, и они это помнят, потому что родственники остались. Интересно, мемориал интересуется такими вопросами? Вы знаете, да, мне сразу, мне сразу, вот тут вот у нас есть невинно убиенные бойцы армии Краева, да, у нас на нашей Тверской земле, да? Да, якобы. А что творится с памятниками, там, скажем, на Польше с памятником? Есть польская программа в мемориале, Гурьянов руководитель польской программы, а есть у них, интересно, там, русская, например, программа в мемориале? Ну, куда? У нас уничтожаются памятники нашим советским воинам. В этой связи хочется все-таки отметить очень важную деталь. Вот смотрите, у нас целый мемориал полякам, которые были ли вообще, непонятно, скорее всего, нет. Однако, там найдены останки бойцов-красноармейцев, и до сих пор нет никакого памятника тем воинам, кто действительно заслужил память своей героической. Там стояли Ивака Госпитуля, Метсанбад, там погибали люди от ран, там действительно велись ожесточенные бои, и порядка двухсот погибших только за тот короткий период. А в девяностые годы там перекопались. И где же там памятник нашим красноармейцам, которые погибли? Вы знаете, Сергей Николаевич, я спросила, перед зарешением суда, я спросила представителя международного мемориала, почему так происходит. Он говорит, как же там есть, говорит мне, памятник. Я говорю, я на спрашиваю, он стоит в медном. Это символический медный памятник. Это неизвестному солдату. Это неизвестному солдату. Все, память их вековечном не было, отвечено так. Это цинизм. Это наша земля, которая пропитана была свинцом и кровью, а на ней мы еще будем кого-то спрашивать, кого мы будем воздавать, кому память. Это нонсенс, друзья мои. Поэтому сейчас уже звучат голоса, насколько мне известно, в Государственной Думе о правомерности. О правомерности нахождения этих табличек в Нилово-Толобенской пустыне о захороненных аковцах, солдатах армии краевой. Мы так далеко действительно можем зайти, если вот такие, скажем, артефакты будут присутствовать. Ну вот правомерность нахождения этих табличек уже первое решение суда у нас есть, да? Да. Здесь, наверное, тоже шаг от прокуратуры, да? Нужно разбираться с тем, что происходит. Наверное, будет то же самое, когда их демонтируют. Сейчас они никак не проявляют интерес, оппозиционеры наши. А потом начнут опять истерика у них начнется. Почему сейчас бы они тоже не озаботились этим вопросом? Хотя я думаю, что мы же открыты к диалогу. И можно все эти вопросы решать полемическим способом, правильно? Вот вступать в диалог, общаться, представлять факты исторические, которые были бы, ну, действительно, если уж как вот они там играют, стали бы... Их приглашали на конференцию РВИО организованную, которую поносил Гурьянов вот по телевизору. Да, что мне было сказано, что у нас есть такая организация. Да им все стыдно. Какая организация? Что, Российское военно-историческое общество? Ему стыдно? Да, ему стыдно. А мне безумно стыдно, что у нас есть такая организация, мемориал. Валерий Владимирович, польская сторона приходила периодически при присутствовании на заседаниях суда. Вот я видела, что вот относительно, что когда было уже вынесение решения, да, там присутствовал сотрудник посольства, да? Они что-либо говорили, как-либо изъявляли свое желание чего-либо? Нет, сотрудник посольства там не участвовал, она сидела как слушатель, и она не участвовала в процессе в гражданском судопроизводстве. Но на последних нескольких судебных заседаниях она была. Ну, я так понимаю, что отслеживала, видимо, какое-то задание получила отслеживать в процессе. Ну, да, процесс. Они там разрываются, наверное, не знают, или в Москве в судах участвовать, или в Твери. Уважаемые друзья, у нас была конференция, просто немного времени до конца эфира осталось. Было принято решение, да, все-таки, что одно из решений, что вновь провести, все-таки, нужно установить, сколько же погибших поляков там лежит. Значит, 6 с лишним тысяч человек, да, а в списке существует совершенно другое количество людей. Я бы даже по-другому вопрос поставил. Кого изгумировали в 1994-1995 годы поляки? Не наших ли бойцов? И потом выдавали, потому что это без участия российской стороны было взяло. Ведь решено, что, возможно, будет проведена повторная эксгумация, еще одна эксгумация. Вот Гурьянов все время пеняет, что его книжки не читают. Я прочитал полностью результаты эксгумаций, которые изложены в его, на которые они собирали деньги, убиты в колене и захоронены в Медном. И там полностью есть вот эти вот ямы, там еще что-то, но там нету 6 тысяч. Нету 6 тысяч. Ямы вычерпаны до дна, они говорят, что мы там не вычерпывали все это, но 6 тысяч они там так и не нашли. Там видно, что уже яма заканчивается, и они формально перестали ее вычерпывать. Там профили есть геологические, вот эти почвоведы и все прочие специалисты знают и понимают, вот она, яма уже заканчивается. А дно так зачеркнуто, то есть там видно, что уже ничего там нет. Они, видите ли, до конца не докопались. То есть вот это вот белое пятно, естественно, надо закрывать, потому что они имбравируют. Это же каким-то образом решит вопрос-то, да, вот если вновь провести там эксгумацию, да, хотя они говорят, что нельзя тревожить вновь. Дело не в этом, дело в том, что после того, как они там рылись, нельзя говорить об эксгумации в принципе. Вот это на конференции ученые, вот патологоанатом там присутствовал доктор. Уже нельзя это назвать эксгумацией, потому что уже один раз целое захоронение уже нарушено. Вот, что они там сделали, непонятно совершенно и как это теперь называть в принципе. Дело не в моральной стороне, а чисто уже в научной, потому что морально, да, наша страна имеет право изучить любые, так сказать, материалы, захоронения и прочее. Но что после них там осталось? Вот в чем вопрос. И еще раз напомним, буквально, а коротко, что историю этих жетонов, которые обнаружены, да, на Волыне, на Украине, да, фамилии этих людей, Кулиговский и Маловейский, значатся в Медном. Ну опять они, значит, Гурьянов вот и на суде в интервью все время цитирует какие-то там свои исследования, но они все время трактуются. Значит, если здесь найдены какие-то польские мундиры, там еще что-то, значит, это 6 тысяч убиенных поляков. А если там находят жетоны Владимира Волынского, то они как-то обменялись ими, они там случайно оказались, понимаете? То есть, как это, язык без костей, можно все что угодно доказать. Вот таким образом, антинаучным, антилогическим совершенно подходом. Год 75-летия Победы уже подошел к концу, но мы вновь не устаем повторять. Вот, Сергей Николаевич, вы сегодня это еще раз озвучили. Ну, когда же будет увековечена память советских воинов-то, погибших за защиту своего отечества? И ведь это же уже доказано, уже найдены фамилии людей, что там были госпитали, умирали наши земляки. Ну, памятник-то поставить, почему там существует мемориал о полякам, а... А наших красноармейцев, защитников Родины, память о них не увековечена по сей день. Кому будем обращаться еще раз, уважаемые друзья? Ну, все эти понятия связаны. Вот то, что пока мы не поймем, кого копали поляки в 94-95 году, у нас нет уверенности, что это тоже не наши бойцы. Нам нужно и эту страницу тоже как-то прочитать. Тогда можем, наверное, говорить о уже полной картине. Потому что пока что вот эта польская часть, она закрыта для российских исследователей. Позвольте, я маленький штрих внесу. Вот, я не знаю, может, для коллег это новость. Этим летом в Медном на советской части, не на польской, а на нашей советской части будут происходить раскопки. Скромно, это мне Елена Владимировна Шевченко сказала. Этим летом. Да, директор. 2021 года. Опять же, без вот этой части. Ну, и тем не менее, ну, как-то сдвинуто. Вот там начнутся раскопки в виде выделенного финансирования. Это не очень масштабная будет акция, но тем не менее, надо вот это, мне кажется, как информационный повод тоже держать. Надо это использовать и, конечно же, нужно наблюдать, чтобы это происходило, все фиксировалось с представительством сторон. Знаете, еще раз хочется повторить, вот хотя бы для понимания, даже на бытовом уровне. Вот давайте попробуем усмотреть логику. Содержалось 6 тысяч поляков в Осташкове. Вот их нужно перевезти в управление НКВД, здание медуниверситета, там их расстрелять, а потом оттуда перевезти в медное. Незаметно. Да, где логика, где здравый смысл? Да, зачем это? Вот на бытовом уровне просто проследить, есть ли такой кровожадный режим Сталина, прям, не знаю, всех, кого не по поди расстреливал. А что их там не расстреляли? Жили там-то, сколько ресурсов. В Осташковском районе что, мало этих болот где-то таких заброшенных? Ну, правда, правда. Ну, вот где логика? А, Валерий Владимирович, вы представитель медицинского университета, вы знаете, там ваше здание, устройство, это было реально такое количество людей, там вот в этих вот подвалах, стрелять, стрелять, это за одну ночь, говорят, расстреляли, да, или за несколько ночей, но все равно. Ну, вы представьте, что это за конвейер такой. Это просто нереально. То есть, понятно, что представляли вот этих вот работников НГВД какими-то совершенно ненормальными маньяками, да, вот такими совершенно садистами, у которых вот других задач не было, кроме как вот расстреливать невинных поляков. Но это, по-моему, просто как-то уже даже не по-взрослому. При этом даже пленных немцев использовали для работ, а вот на поляках почему-то вот так решили отыграться. В общем, просто развалы союза оттоптались по полной на нашей истории. Ну, конечно, тем более, что мы одно время и сами вроде как голову пеплом посыпали. Не прочь были, во всяком случае. Уважаемые друзья, к концу подходит наша программа. Я еще раз напомню, что решение и суда не вступило в законную силу. Я так думаю, что будет, будут подавать, та сторона будет подавать апелляционную жалобу, скорее всего, да. Какие действия и что будем обсуждать, возможно, уже на следующей программе. Наша задача, первая, это все-таки... Пролить свет на все эти события. Проливать свет и, во всяком случае, сделать еще один шаг к увековечению наших бойцов. А это очень важно. И восстановить историческую справедливость, да. Чтобы уже абы кто и абы как не говорили про нашу родную землю. Спасибо огромное вам за участие в нашей программе. Будьте, пожалуйста, здоровы, что очень актуально. И полны жизненных сил. Вам тоже спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.